Здравствуйте! Вы смотрите программу «Линия жизни». Темы наших сегодняшних разговоров, возможно, не слишком приятны, но необходимы. В последние годы количество подростков, принимающих наркотики, увеличилось вдвое. И мы не будем делать вид, что все благополучно, ведь по имеющимся данным, 20% подростков, заканчивающих школу, принимали психоактивные вещества. Основной возраст первого знакомства с наркотиком – 15 лет. Узнаем, что думает об этом подростки. Может быть, от 15-ти где-нибудь, я так думаю. Лет 18-ти такие. Даже некоторые, у кого нет родителей, начинают этим заниматься, которые скитаются дети. То есть ты считаешь, что с 18-ти? Даже раньше. За подробной и достоверной информацией мы отправились в Рязанский центр медицинской помощи и реабилитации детей и подростков с наркологическими проблемами. То, что возраст значительно помолодел, это факт. То есть, если раньше регистрация шла где-то 16-17 лет на уровне употребления психоактивных, сейчас в том числе наркотиков, то теперь можно говорить уже 13-14. То есть значительный сдвиг произошел в сторону омоложения. Естественно, это нас не может не беспокоить. В каком возрасте начинают принимать наркотики? У нас были 9-летние пациенты в стационаре, которые мы были вынуждены госпитализировать по поводу употребления наркотических веществ. Как отличается наркотическая зависимость от алкоголя и топачного? По большому счету, речь идет об одном заболевании. То есть формирование зависимости. Разница ли только в том, что человек употребляет. Если это наркотики, мы говорим о наркомании. Если это алкоголь, то говорим об алкоголизме. Токсический препарат, соответственно, это токсикомания. Если говорить своими словами, то зависимость – это когда человек не может без чего-то обходиться. Кто-то не может без алкоголя, кто-то зависит от азартных игр или компьютера. Корень и табака так широко распространенная сейчас. Среди молодежи и взрослых людей тоже является видом зависимости. Дело в том, что никотин и те вещества, которые содержатся в дыме сигарет, они не отнесены официально к наркотическим. Да, они могут вызвать зависимость, но, наверное, не столь тяжелая, как для наркотика. Попробуем понять, как возникает эта зависимость. Это достаточно сложный процесс, но если более так на упрощенном варианте, то есть можно такую схемочку нарисовать. У нас есть так называемые в коррековом мозга опиные рецепторы, то есть которые выделяют дофамин при их раздражении. Раздражение может быть химическое. В данном случае это наркотики или алкоголь. То есть воздействие на эти рецепторы вызывает выделение большого количества дофамина. То есть это нейрогормон, который стимулирует, в свою очередь, выработку эндорфинов, так называемых гормонов удовольствия. Вот это, скажем так, на более прочном примере, то, что происходит, когда наркоман употребляет наркотики. То есть он употребил, рецепторы раздражены, уделяет большую количество дофамина, дофамин стимулирует выработку эндорфинов, получается эйфорический эффект. Что происходит, если это систематическое употребление? Истощаются опенорецепторы, нет дофамина, начинается ломка. Организм начинает требовать, отдай мне очередную дозу, для того, чтобы простимулировать, для того, чтобы произошел выброс дофамина. А они истощены. Нет дофамина в организме, соответственно, нет адорфинов. Начинается ломка. Начинается ломка. Как правило, при общении к наркотику проходит несколько стадий. Первые пробы во дворе или в школе – из любопытства. Стремление выделиться или, наоборот, не быть белой вороной. При употреблении наркотиков есть четко выраженная полярность. То есть это или подростки из благополучных семей, или подростки, которые из очень благополучных семей, где экономически, скажем так, нет проблем никаких экономических. Есть свободные карманные деньги, достаточно большие. То есть так называемая золотая молодежь. И тех, и других влечет любопытство и желание таким образом разнообразить жизнь. В основном поиск новых ощущений. Вы благополучные? Да. А благополучные? То же самое. Как можно понять, что человек принимает наркотики? Если физиологические, физические проявления, конечно, это в первую очередь зрачковые рефлексы. То есть на то, что могут обрадить родители. Это или резко расширенные зрачки, или резко суженные, с плохой реакцией на свет. То есть в зависимости от вида наркотиков вызывают разные зрачковые эффекты. Многие из подростков понимают, что зависимых людей можно отличить. По его поведению в обществе, по его внешнему виду можно отличить. Как он выглядит. Ну, конечно. То есть есть определенные моменты, которые бросаются в глаза даже не специалисту. То есть если родители обеспокоены судьбой своего ребенка и замещают о том, что он стал плохо учиться, пропускать занятия, поздно приходить домой, состояние неадекватное, или возбужденное, или заторможенное. То есть, естественно, стоит задуматься, что происходит с ребенком. И нет тут никаких, скажем, препятствий для того, чтобы обратиться в анонимном порядке к специалисту. И тот или развеет ваши сомнения, или подтвердит. Если в доме вдруг появились медицинские флаконы, марганцовка, растворитель, или вы стали замечать у ребенка резкие смены настроения, частые синяки, порезы, или следы уколов, немедленно обратитесь к врачу. Следы уколов – это, скажем, уже терминальная стадия наркомании. То есть если дошло речь до инъекционного пути введения, то это уже четко можно говорить о наркомании. Как правило, начинают употреблять, в общем-то, немножко иным способом. Перорально, курить. Вариантов, вариантов, да, вариантов очень много достаточно, да. Ну и на первый план выходит, конечно, нарушение поведения. Нарушение поведения часто сопровождается острыми конфликтами, за которыми последуют противозаконные действия. Что делать, если друг или кто-нибудь еще принимает наркотики и как от этого избавиться? Самое простое – это позвонить по телефону доверия, который функционирует год у нас на базе нашего центра, выяснить, где мы располагаемся, какие специалисты был прием, рассказать вкратце проблему, которая возникла и поискать совместно пути выхода. Это первое, что может самый легкий вариант в анонимном порядке или анонимно или конфликциально выяснить все, что вам хотелось бы узнать. Александр Викторович, что могут сделать родители и учителя для того, чтобы предотвратить появление этой зависимости? Залог успеха, что в дальнейшем у этого человека жизнь будет нормальной, – это обратиться к специалисту. У нас нет задачи поставить на диспансерный учет и ограничить в социальных правах. Наша задача первая – это помочь этому человеку, постараться, по крайней мере. А помогать приходится сотням и даже тысячам молодых людей. Безусловно, с каждым годом количество стоящих на диспансерном учете увеличивается, то есть это показатель. Но показатель – это верхушка айсберга, потому что те, которые стоят на диспансерном учете, цифры не очень значительные для Рязани, порядка тысяч человек. Но это верхушка айсберга. На самом деле нажать на 10. Сегодня вашему ребенку наркотики могут предложить и в школе, и во дворе, и на дискотеке. Вы не можете исключить эту возможность, но можете предупредить негативное развитие такого сценария. Поговорите об этом с вашими детьми. Для создания программы нам довелось побывать в разных учебных заведениях города. Вне зависимости от уровня учебного заведения и возраста ребят, сложилось впечатление, что все они способны думать и рассуждать на уровне взрослого и даже мудрого человека. Вот только достоверной информации им все-таки не хватает. Мы обязательно вернемся к начатому разговору в следующих выпусках. А пока еще один вопрос от подростка. Могут вылечиться наркоманы от ВИЧ-эффекции? Не случайно заданный вопрос. Ведь среди тех, кто употребляет наркотики, немало ВИЧ-инфицированных. И подростки об этом знают. А если не знают, то спрашивают. И мы отвечаем. Поскольку в 90-х годах прорывался трафик из Афганистана, у нас с 90-х годов регистрируется как бы подъем наркомании в Рязанской области. Если раньше это был героин, то теперь это дезаморфин. Знакомо, наверное, с этим. В основном у нас наркоманы, конечно, сейчас дезаморфиновые, поскольку героин дорог, и его сложно достать. В основном наркоманы – это люди молодого возраста. То есть 80-х, 90-х годов рождения. Есть люди, которым не исполнилось еще 18 лет. Есть несовершеннолетние наркоманы. И, конечно, излечить ВИЧ-инфекцию как таковую, и у наркоманов в частности, невозможно. Опасно ли заболевание ВИЧ? Вот некоторые говорят, что опасно, а некоторые нет. Опасно ли это на самом деле? Дело в том, что заболевание – это на данный момент неизлечимое. И оно с течением времени не так опасен ВИЧ, как те инфекции, которые присоединяются к нему, потому что он снижает иммунитет. Вирус, у него дефицит человека снижает иммунитет. Он, по-моему, так и называется – он в дефиците человека. То есть первое заболевание, которое присоединяется к ВИЧ-инфекции – это туберкулез. Помимо этого, возможно, развитие и пневмонии, в том числе пневмоцистной пневмонии, и даже онкологических заболеваний. ВИЧ, он предрасполагает к развитию рака. Опасность заболевания лишний раз подтверждает неумолимая статистика, которая тоже интересует наших детей. Интересно, сколько заболело, сколько вылечилось и сколько умерло. Именно в Рязани и в Рязанском районе. На 31 марта у нас зарегистрированы жители области 2596 человек. Из них в Рязани 1712. На диспансерном учете стоит примерно 1600. А что такое диспансерный учет? Диспансерный учет – это те люди, у которых был положительный анализ на ВИЧ-инфекцию, которые пришли к нам, которые у нас наблюдаются. Конечно, среди тех, кто заболевает ВИЧ, много асоциальных личностей. То есть тех, кто не работает или зависим от алкоголя или наркотиков. Но в последнее время ВИЧ-положительными часто становятся вполне благополучные люди разного возраста. Какие слои населения самые незащищенные? Естественно, самые незащищенные слои населения – это потребители инъекционных наркотиков, это женщины, занимающиеся коммерческим сексом, и мужчины тоже в том числе. Это люди, которые находятся в местах лишения свободы. Ну, собственно, это максимальный риск у них. Я хочу узнать, как узнать, что человек ВИЧ-инфицирован, и сколько в целом живет ВИЧ-инфицированный человек? Все зависит от того, какой у него будет иммунитет. Мы сейчас, конечно, продолжительность жизни можем регулировать. А так, в принципе, считается, что 10-15 лет, но сейчас мы можем и продлить, и до 20 лет. Самые актуальные вопросы, которые задают подростки, связаны с лечением ВИЧ-инфекции. Можно вылечить ВИЧ-инфекцию? Лечения на данный момент как такового нет. Есть терапия, направленная на поддержание иммунитета, то есть на поддержание жизни. То есть вылечиться не можно? Вылечиться на данный момент препарат таких нет. Высокоактивная антиретровирусная терапия сегодня основное средство помощи ВИЧ-положительным. Нынешняя терапия, мне кажется, сейчас идеальна, потому что у нас практически в 90% случаев наблюдается стойкое повышение иммунитета и снижение вирусной нагрузки при назначении терапии. С учетом, конечно, регулярного ее приема. Значит, терапию мы назначаем по строгим показаниям. У нас есть специальные клинические показания, разработанные федеральным центром, по которым мы назначаем терапию. Бывает так, что человек встает у нас на диспансерный учет и 5-10 лет живет без назначения препаратов, улучшающих его иммунитет. Бывает так. А бывает так, что через 10 лет, допустим, назначается терапия. А бывает так, что человек впервые встает на диспансерный учет и у него такой иммунитет, что ему прямо сейчас необходимо терапию. В каких случаях больше? Когда не нужна терапия? Больше случаев, когда не нужна терапия. То есть в первое время организм способен справляться сам. То есть поддерживать хотя бы на среднем уровне иммунитет. Мне очень интересно, ведутся ли какие-нибудь разработки новых лекарств от СПИДа? С 2007 года у нас проводится терапия. Терапия, направленная на поддержание иммунитета. На повышение клеток, Т-хелперов, клеток, которые поражаются вирусом. Разработаны три группы препаратов. Они у нас внедрены. У нас пациенты, которые по показаниям, есть у которых показания, они у нас получают терапию. Терапия это бесплатная. То есть им препараты выдаются бесплатно. Другой терапии на данный момент не существует. Только та терапия, которая направлена на поддержание иммунитета. Мечта каждой женщины – воспитать и родить здорового ребенка. Поэтому многих девочек интересовало именно это. Как ВИЧ-инфицированные люди могут создать семью? Я бы хотела узнать, а может ли вообще инфицированные иметь семью и заводить детей? И вообще какой процент, что в такой семье ребенок родится здоровым или больным наоборот? То есть сколько процентов соотношения, что будет здоровый, или сколько, что родится больным ребенок? Конечно, ВИЧ-инфицированный может иметь семью. Они ничем не отличаются от других людей, просто у них положительный анализ. И у нас многие женятся между собой, и женятся и после положительного анализа. У некоторых получается дискордантная пара, когда муж и жена один положительный, а другой отрицательный. Некоторые оба положительные. Иногда так получается. Конечно, здоровых детей заводят. Всегда ли у ВИЧ-инфицированной матери рождается больной ребенка? Если беременная принимает терапию до родов, вероятность рождения здорового ребенка очень высока. 90-95 процентов. Если женщина не следит за своей беременностью, не обращается к гинекологу, не обращается в центр, спит со своей проблемой, то, конечно, риск рождения инфицированного ребенка гораздо выше. 20-40 процентов ВИЧ-инфицированных детей. Мне интересно, какова в настоящее время общественная позиция по отношению к ВИЧ-инфицированным? Если чисто по-человечески сказать, то у нас, конечно, в обществе отрицание ВИЧ-инфекции. Потому что изначально она же была у гомосексуалистов, у людей, которые потребляют наркотики. То есть у людей, которые, в принципе, изначально обществом сгоняются. Но сейчас, на данный момент, у нас все больше и больше появляется тех людей, которые заразились половым путем. Которые, в принципе, ни в чем не виноваты. Которые совершенно социальные, которые имеют высшее образование, которые работают. Заражение вирусом иммунодефицита сейчас все чаще происходит половым путем. Защитить себя от этой инфекции в ваших силах. Позаботьтесь о своем здоровье. Выбирайте защищенный секс. Сегодня я прощаюсь с вами. До новых встреч. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok